Здравствуйте! На 12-м канале новости в студии Дарья Шадрина и в начале выпуска коротко о главном. Раскритиковалась и нерасторопность. Оксана Фадина осталась недовольна тем, как в Омске убирают снег. Работать над ошибками коммунальщики будут в Инстаграме. Все руководители структурных подразделений создают свои социальные аккаунты в Инстаграме. Социальные сети помогут в борьбе со снегом. Никаких коттеджей и высоток. Это особо охраняем природной территория. Здесь делать ничего нельзя. Омский дендросад не планирует отдавать поджилую застройку. Поймали на крючок технологии бережливого производства. Мы получили от федерального центра удочку, нас научили ей пользоваться, а дальше мы уже будем ловить рыбу. Еще один омский завод показал улов от реализации нацпроекта «Производительность труда». Был готов проехаться. По головам водителя, который врезался в толпу людей на пешеходном переходе, задержали. И теперь женское дело. Саша, успехов тебе на новой работе. Водить поезда в Омской области станут и девушки. С жалобами мечей на плохую уборку магистрали согласилась мэр Оксана Фадина. Она сегодня отправилась в ночной рейд с проверкой. Накануне городоначальница поставила задачу провести масштабную уборку города в рекордно короткие сроки. Мегаполис в конце прошлой недели подвергся нескольким снежным атакам. Однако пока улицы так и не очистили. Снега по-прежнему много. Это привело к заторам на дорогах и образованию новых участков, которые будущей весной может подтопить. Причем сугробы не только на магистралях, но и в межквартальных проездах. Это зона ответственности управляющих компаний. Часто бездействуют и предприниматели. Неубранный снег у торговых павильонов сужает дорогу. Отсюда пробки. Отныне все проблемы, на которые обратила внимание Оксана Фадина, будут разбирать на оперативных совещаниях в мэрии каждое утро. Впрочем, личного контроля за ходом работ мало считает мэр. Главы округов и профильных департаментов о проблемах должны знать из первых уст от самих жителей. В помощь чиновникам социальные сети. На следующей неделе я поставлю задачу стесняться больше нечего. Все руководители структурных подразделений создают свои социальные аккаунты в инстаграме. Я на них подписываюсь и мы начинаем взаимодействовать. Даны поручения руководителям взять на личный контроль, чтобы они не из кабинетов сидели, руководили, а выходили на территории и лично отвечали за состояние своего подвесного участка. Ситуация после обильного падения осадков требует именно такой ручной работы, оперативной и, самое главное, круглосуточной. Застраивать дендросад не будут. Об этом заявил директор Центра компетенции по вопросам городской среды Алексей Сокин. Накануне в официальном паблике Центра появился опрос, посвященный состоянию шести городских территорий. Среди них и дендросад имени Гензы. Пользователям предложили поделиться своим мнением по поводу того, как можно преобразить пространство. Однако общественников заинтересовали иллюстрации к опросам. На них часть дендросада обозначена как зона планируемого размещения комплексной застройки. Алексей Сокин пояснил, отдать лакомый кусок территории под строительство коттеджа хотели в 2010-м. Но уже спустя год этому участку присвоили статус особо охраняемой природной зоны. Таковой она остается по сей день, а значит и любое строительство здесь запрещено. Теперь мэрии предстоит привести в порядок документы. Это особо охраняемая природная территория. Здесь делать ничего нельзя. А те документы, которые были ранее приняты в 2010-м году, это проект планировки и проект межевания, которые не корректировались профильным департаментом, их необходимо привести в соответствие под рекреационное назначение данной территории, как общественное пространство. И даже то, что вот эта ситуация в публичную плоскость вышла, это тоже хорошо. Это тоже повод для того, чтобы просмотреть, проанализировать и исправить все градостроительные документы, чтобы все было четко, по порядку. Алексей Сокин еще раз подчеркнул, Дзендросад предназначен только для отдыха мячи. Обновлять территорию будут лишь с учетом мнений жителей. Они принимаются до 28 февраля включительно. Итоги после 15 марта разместят в социальной сети. Планируется, что уже в конце этого года будет выбран подрядчик, а реализация проектов начнется в 2022 году. Место Анны Статвы в региональном Минкульте займет Светлана Бакулина. Она станет новым заместителем главы ведомства. Сегодня ее кандидатуру официально утвердили на заседании правительства Омской области. В министерстве Светлана Бакулина будет отвечать за туризм и контакты с музеями и архивами региона. В сфере культуры и отдыха она работает уже несколько лет. Известна как разработчик пешеходных и велосипедных экскурсионных маршрутов. Автор ряда путеводителей по Омску. И еще одно назначение, но уже в министерстве энергетики. Заместителем главы ведомства стала Марина Степанова. Ранее она занимала должность руководителя фонда капремонта. Готовы перевыполнить план, чтобы вернуть на родину большой хоккей. Специалисты Омского завода металлоконструкции практически завершили работы над каркасом для крыши будущей арены Омск. Уже в марте его привезут на строительную площадку. В сборке ежедневно заняты около 200 человек. При этом успевают выполнять и другие заказы. Оптимизировать производство удалось благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Как простые решения позволяют увеличить выпуск продукции, почему на предприятии решились взяться за заказ, даже рискуя уйти в минус, расскажет Елена Бабкова. От накала спортивных страстей на этой площадке плавится не лед, а металл. Гонку рабочие устраивают со временем. Задача успеть изготовить металлический каркас для крыши будущей арены Омск уже к марту. Более сотни таких конструкций общим весом в 2000 тонн соберут всего за три месяца. К работе в цехах приступили еще в декабре прошлого года. Взяться за столь масштабный заказ и высвободить мощности помогли эксперты Федерального центра компетенции. Они проанализировали работу предприятия, а после значительно упростили процесс сборки деталей. Принципы лего здесь исключены. В результате работа на прокаченных участках идет быстрее, увеличились и объемы производства почти на четверть. В эффективности такого подхода сегодня убедился губернатор Александр Бурков, побывал в цехах предприятия. Говорил с руководством предприятия, они заинтересованы и дальше продолжать эту работу. Они говорят, да, мы получили от Федерального центра удочку, нас научили ей пользоваться, а дальше мы уже будем ловить рыбу. А то, что у нашего предприятия будут заказы, в этом мы убеждены. И продолжает сегодня реконструкцию нефтеперерабатывающего завода компания «Газпромнефть». И там также будут в дальнейшем заказы для нашего предприятия. Важно сдержать искачок цен на сырье для такого производства. Сейчас, отмечает губернатор, стоимость металла увеличилась в разы. Регион уже направил запрос в антимонопольный комитет и федеральный Минпром. Сдерживание роста цен позволит омским предприятиям не потерять потенциальных заказчиков. В числе клиентов омского завода металлоконструкции, золотодобывающей предприятия Африки, комбинаты в Амурской и Тюменской областях, а также компании «Ямала». Сейчас же практически все усилия бросили на производство металлокаркаса для арены «Омск». Этому проекту в цехах особое внимание. Здесь немало фанатов авангарда. Мы для себя поставили цель любой ценой ее забрать, даже себе в убыток. И упали на тендере, и все-таки эти металлоконструкции оставили в Омске. Мы хотим поучаствовать, мы болеем за авангард. Мы патриоты города, патриоты хоккейной команды «Авангард». Поэтому вот так себя ведем. К нацпроекту «Производительность труда» завод подключился еще прошлым летом. Всего же в списке 14 темских предприятий. К 2024 году таких должно быть 64. Обучение технологиям бережливого производства бесплатное, доступны компаниям и федеральные меры поддержки, например, льготные займы. Полицейские задержали водителя, который врезался в толпу и сбил с ног подростка. Инцидент произошел накануне на улице Ленина на регулируемом пешеходе у авиационного колледжа. 53-летний мужчина объяснил, что отвлекся на приборную панель авто и не заметил запрещающее движение сигнал светофора. Напомню, происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что загорелся зеленый, и люди начали движение. Темная намарка не затормозила. От удара один из пешеходов, 16-летний парень, отлетел на дорогу, но смог самостоятельно подняться. Тем не менее, ему потребовалась помощь врачей. За проезд на запрещающий сигнал светофора водитель заплатит 1000 рублей штрафа. За оставление места ДТП мужчина может лишиться права садиться за руль на срок до полутора лет. Вышел с машины, народ все стоял. Кому плохо, что там, пострадал, кто нет, 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 там, там, поорали, поорали немного, там все. Потом народ весь ушел. Сел в машину в шоке. Ну, сидел, поворачиваюсь, стоят несколько человек, пацанов, ну, из тех, ряда светофора. Одного позвал, ну, который меня снимал. Как, за здоровьем все нормально. Ушел в машину, спросил, как здоровье, все нормально, там, все нормально вроде. Ну, тебе компенсация в 1000 рублей, если все нормально, так все нормально. Ну, все нормально, пошел домой, все, все разошлись, я поехал. Благодарность за внимание, поддержку татарской общины губернатора Омской области выразил председатель Национального совета Всемирного конгресса татар. В наш регион прибыл заместитель премьер-министра республики Татарстана Василий Шахразиев. Вместе с главой региона они провели встречу, обсудили вопросы сотрудничества. Пандемия не стала для него помехой, отметила Шахразиев. Прямое авиасообщение с Казани и тому подтверждение. Субсидированные рейсы очень популярны. На территории нашей области проживает большая татарская община, порядка 40 тысяч человек. Работают национальные общественные организации, татарские центры при учреждениях культуры, рассказал Александр Бурков. Культурная жизнь и роль очень значима. Общественные организации активно участвуют. Мы, с своей стороны, стараемся чем можем помочь. Ряд проектов было как раз связано с празднованием 75-летней победы в Великой Отечественной войне. И здесь, я считаю, что у нас работа достаточно плодотворная и активно идет. И я рассчитываю, что ваш приезд активизирует вовлеченность татар и в общественную деятельность, в общественно-политическую деятельность более активно. Итальянские технологии спасают жизни меча. Для специалистов 9-й медсанчасти сегодня провели мастер-класс по удалению тромба. Уникальность оборудования в том, что в закупоренный сосуд вводится углекислый газ, который буквально растворяет тромб, и кровоток восстанавливается. Раньше людям, например, с сахарным диабетом или при серьезных болезнях почек, грозила ампутация конечности. Другим способом избавиться от опасного тромба было невозможно. Существующие вещества для растворения сгустков крови негативно влияют на почки. Новое оборудование позволяет вводить углекислый газ, контролируя давление и объем веществ. Раньше это было возможно только в ручном режиме, так скажем. Но ручной режим не мог обеспечить должной дозой давление. И поэтому такие вмешательства, как правило, сопровождались либо болевым синдромом, либо были не очень эффективны. При стандартном йод, содержащем контрасте, нам необходимо специально готовить пациента. Нам нужно делать специальную гидротационную терапию. Дальше мы должны наблюдать за пациентом, за функцией почек. Когда мы применяем углекислый газ, этих негативных последствий мы избегаем абсолютно точно. У Леонида Диденко на стопе уже образовалась гангрена. Тромб перекрыл сосуд, поэтому кровь и питательные вещества в ногу практически не поступали. Если бы аппарат не привезли в регион, пациент мог лишиться конечности. Сейчас сосуд откупорили. На месте тромба специальный стенд. Трубочка длиной в 15 сантиметров не дает сосуду вновь закрыться. У меня ошибка ничего не говорили, но сказали, что не волновался. И очень хорошее оборудование, что можно сделать, никаких проблем не будет получше старого. Шибко боль не ощущается, но потерпеть можно. И чтобы сильно болело что-то, большое спасибо докторам. Оборудование привезли в Омск на время, но врачи уже убедились в его эффективности. Аппарат региону необходим, особенно на фоне коронавируса. Из-за инфекции сгущается кровь, тромбообразование. Обычное осложнение при новом типе COVID-19, отмечают медики. Заболевшим назначают кроворазжижающие препараты. Принимать их нужно несколько месяцев. Они растворяют возникшие микротромбы и позволяют быстрее восстановиться. В девятой медсанчасти уже составляют смету на приобретение нового оборудования. И вот какие материалы мои коллеги готовят в эти минуты. Посмотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Когда чужие люди становятся ближе родных. Социальные работники в нашем регионе помогают не только одиноким старикам, но и молодым мамам. Учат заботиться, а в некоторых случаях даже любить собственных детей. Материнский инстинкт срабатывает не всегда. Набраться опыта некоторым девушкам было не у кого. Одни воспитывались в детских домах, у других были проблемы с алкоголем и наркотиками. На пути исправления им и помогают соцработники. К подопечным регулярно заглядывают в гости и почти ежедневно созваниваются. Дети стали чаще улыбаться. У них всегда с улыбкой придешь, они тебя встречают и радость. И с такой улыбкой объясняют, что у них все хорошо. Вот как внуки. Екатерина Балучевская выяснила, что заставляет людей не оставаться равнодушными к чужим проблемам. И как соцработники добрым словом и вниманием влияют на уровень преступности в Омске. Пакуют чемоданы. Омский тюз начал переезд. Здания на проспекте Маркса закрывают на ремонт. Сейчас актеры, режиссеры, декораторы и костюмеры освобождают помещение. Задача не из простых, только сценических нарядов больше тысячи. Мы первый раз в жизни так костюмы перевозим, потому что у нас первый раз ремонт такой грандиозный намечается. Ну, на гастроли мы ездили, там небольшие объемы были, а сейчас костюмов очень много. Пока со сцены актеров не потеснили строители, здесь продолжаются репетиции. Новую мистическую постановку зрители увидят уже в марте. Наталья Бельска заглянула в полупустые театральные цеха и выяснила, как преобразится Омский тюз. Смотрите в 19.30. Газифицировать 25 тысяч квартир за 5 лет. В Омской области стартовала инвестиционная программа, благодаря которой голубое топливо придет в 56 населенных пунктов региона. В течение ближайших пяти лет продолжится строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций для газификации населенных пунктов Называевского, Тюкалинского, Большереченского, Одесского и Омского районов. Добавлю, Омская область остается лидером Сибирского федерального округа по уровню газификации. Регион занимает 34 место в России по уровню потребления природного газа. Теперь это женское дело. Сегодня впервые в нашем регионе девушки начали работу на пригородных электропоезда в качестве помощников машиниста. Сразу две амички прошли обучение, стажировку и стали, по сути, вторыми пилотами в кабине поезда. Их задача следить за исправной работой локомотива и контролировать ситуацию на путях. До недавних пор занимать такую должность могли только мужчины. Одна из сегодняшних дебютанток в профессии Александра Савельева. В СВ-25 она решила изменить жизнь и променяла офис на кабину электропоезда. В первый рейс вместе с девушкой отправился наш корреспондент Никита Гайдаш. Сегодняшний рейс электрички Омск и Селькуль не совсем обычный. Впервые в истории нашего региона в составе локомотивной бригады девушка, помощник машиниста. Александра Савельева сегодня первый день в этой должности. Рабочая смена началась ранним утром с подготовки состава и проверки всех систем. Важно ничего не упустить. Безопасность пассажиров в руках девушки. Коллеги поддерживали во время стажировки. Делают это и сейчас. Помощник в кабине электропоезда буквально вторые глаза машиниста. Пока он сосредоточен на дороге, Александра следит за работой систем локомотива, контролирует посадку и высадку пассажиров. А в случае нештатной ситуации именно она должна первой забить тревогу. Но сейчас задача скрыть собственное волнение перед первым рейсом. Кстати, опыт работы в депо у девушки есть. Полтора года работала в офисе. Работала оператором в том же депо. Решила попробовать свои силы. Раньше занималась документами, работала с компьютером. Сейчас помощь машинисту в основном. Ну, немножко страшно. Не ездила. Поеду как-нибудь. Дебютный рейс Александры Василькуль продлится около шести часов в обе стороны. Все это время девушке предстоит сохранять предельную концентрацию. Если ей удастся хорошо зарекомендовать себя в новой должности, то через пару лет Александра сможет пройти дополнительное обучение и занять уже главное место в кабине машиниста. Никита Гайдаш, Сергей Никифоров, 12 канал. Перевернуть игру за 9 секунд. Омский авангард в Балашихе разгромил Рижская «Динамо». В заключительном матче перед паузой на Евротуру не принимал участие Илья Ковальчук. Зато он попал в заявку другую форвард Никита Комаров. Рижанам удалось открыть счет. И на перерыв команды ушли с минимальным превосходством «Динамо». До сирены на второй перерыв. И Бушей и Костин оформили по дублю. На старте третьего отрезка отрыв увеличил Сергей Толчинский. Отмечу, что Рид Буше был близок к хэт-трику и даже забросил шайбу в ворота Яниса Вориса. Однако после видеопросмотра арбитры гол не засчитали. Итоговый счет 5-1 в пользу нашей команды. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Завтра, 11 февраля, в Омске, в районах Облачно, без осадков. В городе в ночные часы минут 28-30, днем минус 25-28. В районах области ночью минус 29-31, днем до минус 26. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. У меня на этом все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова